Продолжая начатый ранее разговор об указателях, перейдем к теме массивов. Для начала, одномерных массивов. То, как массивы определены и используются в языке C, дает нам основание говорить, что массивы это всего лишь еще одна, наряду с классическими указателями, удобная форма работы с оперативной памятью. С другой стороны, всем известно, что массивы это одна из канонических структур данных, основанная на принципе единства типов элементов, содержащихся в массиве, и смежности хранения самих элементов. Между элементами массивов никогда не бывает пропусков в оперативной памяти. Если мы рассмотрим массив как фрагмент большой карты памяти процесса, то мы не найдем там каких-либо лакун, и размер массива целиком всегда определяется и строго равен произведению размера одного элемента на количество таких элементов. Поскольку массивы это, с одной стороны, удобная форма представления указателей, а с другой стороны, структура данных, это позволяет, к примеру, решать одни и те же задачи, предполагающие использование массивов как структур данных, и с использованием массивов в языке C, и с использованием указателей. Иными словами, одну и ту же задачу, которая предполагает использование массивов, можно решить как с использованием квадратных скобок, так и без использования квадратных скобок. Кстати, пользуясь случаем, мы рекомендуем такое упражнение нашим уважаемым зрителям. Говоря о массивах как структуре данных в языке C, нельзя не отметить, что частным случаем одномерных массивов, символьных массивов в языке C, являются строки. Корректно сформированная строка имеет определенный терминирующий байт в конце, который всегда равен нулю, и является признаком того, что перебирая элементы массива, то есть перемещаясь от одного символа к другому, мы достигли конца строки. Соответственно, работать со строками можно так же, как и со всеми остальными массивами, которые мы знаем в языке C. Массивы в C имеют определенные уникальные особенности, которые обусловлены синтаксисом языка, его развитием, в частности в диалектах C99 и последующем C11 появились отдельные такие элементы, которые мы рассмотрим сейчас на примере. Начнем с инициализаторов массивов. Пример с выделенными инициализаторами приведен у нас в нижней части слайда с исходным кодом, пока начнем с верхней части. Обратите внимание на то, что количество элементов в массиве можно не указывать явным образом. Правильное число элементов для вас подсчитает компилятор и сделает это без вашей подсказки самостоятельно. В первом примере число элементов определяется тем, сколько значений приведено в инициализирующем списке. Раз, два, три. Следующий пример является немногим более сложным. В нем количество элементов указано явно, однако список инициализирующих значений в этом смысле не полон. Элементов в нем меньше. Массив B определяется как содержащий пять элементов, однако приведены лишь первые три. Остальные элементы массива по принятому правилу, по действующему соглашению принимаются равными нулю. Ситуация, в которой количество элементов указано явно и ровно такое же число значений содержит список инициализирующих выражений, допускается. Мы вполне могли в первом примере написать int a3 и указать те же самые инициализирующие значения. Ситуация, в которой количество элементов массива больше, чем число значений или выражений в списке инициализации перед нами. Это стандартная и допустимая ситуация. Наконец, ситуация, в которой количество элементов, приведенных в списке инициализаций, больше заявленного явно числа элементов массива, по понятным причинам не допускается и ведет к ошибке компиляции. Наконец, еще один прием, на который мы хотели бы обратить внимание наших зрителей, заключается в использовании так называемых выделенных инициализаторов. Этот прием не был известен во времена одного из первых диалектов C89. Он появился 10 лет спустя в диалекте C99. Что позволяет сделать данный прием? Он дает возможность выбирать отдельные значения внутри массива, адресуя их именем массива и, соответственно, индексом, в списке инициализаций только индексом, разумеется, и задавать для них начальные значения. Обратите внимание, как построен наш пример. Значение 1 соответствует элементу массива с индексом 0. Это самый первый, левый элемент массива, занимающий наиболее младший адрес. Следующий элемент, который мы инициализируем, имеет индекс 5. Соответственно, первый, второй, третий и четвертый элементы мы пропускаем. Элемент с индексом 0.5 приобретает значение 0.10. Далее в списке следует элемент со значением 20, в какое же место массива он будет определен. Согласно действующим правилам, выделенные инициализаторы смещают точку внимания компилятора на определенный элемент массива, и если в дальнейшем уточнение индекса не производится, то элементы считаются смежными и занимающими последовательно все более и более старшие адреса. Таким образом, элемент со значением 20 окажется шестым, то есть имеющим индекс 6, но вообще говоря, седьмым по счету в этом массиве. Кроме того, такая техника не запрещает нам возвращаться к более младшим адресам, к меньшим по значению индексам, двигаясь по памяти влево. В частности, пропущенный ранее первый элемент мы все-таки инициализируем, делаем это явно и придаем ему значение 2. Результат, который получается в общем итоге, эквивалентен тому, что показано чуть ниже в нашем комментарии к коду, и мы думаем, что читатели уже убедились в том, что оба способа совершенно эквивалентны. Когда же могут использоваться такие выделенные инициализаторы? Дело в том, что количество элементов в массивах, которые мы реально используем в практических задачах, далеко не всегда измеряется начальными единицами или десятками. Иногда нам приходится иметь дело с массивами, насчитывающими сотни и даже тысячи и десятки тысяч элементов. В то же время начальные значения мы можем знать лишь для некоторых из них. Математики в таком случае сказали бы, что мы имеем дело с разреженными массивами, разреженными векторами, матрицами и структурами еще большей размерности. Иными словами, все значения массива должны приобрести начальные нулевые значения, однако некоторые элементы с заранее известными индексами должны получить конкретные ненулевые значения. Вот именно такая техника выделенных инициализаторов и позволяет нам эффективно, компактно с точки зрения оформления исходного кода достичь этой цели. Между одномерными массивами и их частным случаем строками и указателями существует определенное равновесие, которое выражается в наличии в языке C, ряда тождеств, которые выполняются всегда, не зависят от типов данных, которые имеют элементы соответствующих массивов и удобны для преобразования кода к тому или иному стилю, для выражения одной и той же программистской мысли несколькими различными способами. В частности, мы можем не брать адрес нулевого элемента массива для того, чтобы узнать адрес самого массива как структуру данных, а просто использовать имя этого массива. Имя любого массива является неизменяемым константным указателем, который всегда ориентирован на нулевой элемент соответствующего массива. Точно так же мы можем использовать либо не использовать арифметику указателей, и пример этого приведен нами чуть ниже. Наконец, переходя к вопросу оформления прототипов и заголовков функций, мы можем на свой выбор по своему усмотрению использовать либо канонический указатель в качестве типа формального параметра функции, либо использовать освобожденные, то есть не содержащие никаких значений и выражений, квадратные скобки. Пример этого приведен нами на слайде ниже. Наконец, еще одним интересным способом передачи массивов внутрь функций является отказ от традиционной схемы, адрес начального элемента и количество значений, подлежащих обработке и содержащихся внутри соответствующего массива. Имитируя схему, принятую в библиотеке STL, мы можем договориться о том, что параметрами функции являются адрес первого и последнего подлежащего обработке элемента массива. В итоге мы получаем указательную пару, между которыми находятся элементы, требующие соответствующего внимания внутри нашей функции. Говоря о паре указателей как паре формальных параметров функции, необходимо подчеркнуть тот факт, что функция, вообще говоря, вряд ли сможет проверить корректность таких адресов и достижимость правого адреса из левого. Поэтому между вызываемой функцией и вызывающей стороной заключается определенный контракт. То есть негласное, однако выраженное через код соглашение о том, каким правилам должны подчиняться фактические значения, которые передаются внутрь соответствующей функции. Понятие контрактов в коде, вообще говоря, является очень распространенным, и мы еще неоднократно будем возвращаться к нему в нашем курсе. Тем не менее, уже сейчас понятие контракта и контрактного программирования как техники, основанные на формировании и соблюдении этих контрактов, мы с вами определили. Обратите также внимание на то, что говорит стандарт на язык C относительно разименования крайнего правого элемента. Если мы говорим о массиве из n элементов, то понятно, что элемент за номером n в массив не входит. Номеруя элементы с единицы, мы говорим о том, что это уже n плюс первый элемент, его нет в массиве. Однако для того, чтобы обработать массив целиком, передавая его согласно указанной технике, мы должны передать адрес нулевого элемента и адрес элемента, следующего за последним. Вопрос, как это можно сделать. Сделать это можно очень легко, пользуясь операцией взятия адреса соответствующего элемента. А стандартный язык говорит нам, что пользоваться адресом n, то есть следующего за концом элемента, мы можем, однако разименовывать его по очевидным причинам нельзя. Это способно привести к ошибкам сегментации памяти и прочим неприятностям, которые могут вызвать крах процесса. Тем не менее, еще раз говоря об элементе, следующем за последним, мы не можем его разименовывать, однако использовать само числовое значение адреса, скажем, в операциях сравнения адресов более чем допустимо. Возвращаясь к вопросу о написании переносимого исходного кода, нельзя не отметить существование специального макроса, которое имеет семантику пустого указателя. Макрос этот является макроопределением null или null, точно такую же функцию в языке C++ с недавних пор выполняет специальное ключевое слово null, PTR, но к языку C++ мы перейдем с вами позднее. А пока отметим, что и в унаследованном коде, и в новом коде, который вы разрабатываете, нерационально, неправильно, некорректно использовать арифметический ноль в качестве значения указателя. Поскольку человек, читающий ваш код, ожидает, что число ноль используется в его буквальном, литеральном смысле. Ноль это число, это не адрес. Для того, чтобы отличить число ноль от нулевого адреса, то есть от адреса, который никуда не указывает, но в то же время корректен. С точки зрения его пригодности для использования в операциях сравнения, мы можем использовать, скажем, такую конструкцию, как арифметический ноль, приведенный к нетипизированному указателю. Однако эта форма записи достаточно многословна, в большинстве случаев избыточна. И для того, чтобы отказаться от нее, но в то же время остаться независимыми от конкретной аппаратной платформы или программно-аппаратной платформы, мы можем и крайне целесообразно использовать специальный абстрактный слой, который, с одной стороны, всегда гарантированно разрешается в пустой указатель, с другой стороны, не многословен и универсален. Таким абстрактным слоем является макроопределение null, которое не является ключевым словом, однако крайне полезно в программировании и полезно до такой степени, что в C++ оно стало ключевым словом. Точно так же не следует отказывать себе в явном написании операции сравнения указателя с пустым указателем, как на равенство, так и на неравенство. В частности, обратите внимание на две приведенные нами полные формы сравнения, которые достаточно объемны по своему внешнему виду, тем самым бросаются в глаза и позволяют точно сказать в отношении конкретной строки кода, происходит ли здесь сравнение указателей, если да, то какое на равенство или на неравенство. При том, что, как вы прекрасно знаете, верхнюю из этих двух строк можно компактно записать ifp, а нижнюю можно записать как ifq, где не будет выражено знаком восклицания как логическим отрицанием. Использование той или иной унифицированной формы записи пустого указателя, а также следование ряду иных приемов ведет нас к реализации идеи безопасного программирования. Пусть не безопасного в целом, но, как минимум, в части работы с оперативной памятью и с такими, в общем-то, непростыми объектами, как массивы. Какие рекомендации мы могли бы дать для того, чтобы ваше программирование с самых первых шагов нашего курса было безопасным? Прежде всего, необходимо определить, какие контракты, касающиеся работы с оперативной памятью, вы закладываете в код. В частности, передавая функции на обработку массив, количество элементов в нем и, возможно, индекс определенного элемента, вы должны решить для себя, планируете ли вы проверять значение этого индекса относительно количества элементов? Доверяете ли вы, как программисты, реализующие вызываемую функцию в вызывающей стороне? Являетесь ли вы владельцами кода вызывающей стороны? Или этот код пишут ваши коллеги, либо ваш код предназначен для использования в более масштабном проекте для публикации в открытых репозиториях и вообще его дальнейшая судьба вам может быть неизвестна? От этого зависит то, какие контракты в коде будут, а каких контрактов не будет. Возвращаясь к вопросу контрактного программирования, следует ввести еще один термин, который определяет технику, являющуюся полной противоположностью контрактному программированию. Это так называемое защитное программирование. В случае контрактного программирования вы максимально доверяете своим партнерам по стеку вызова, вы доверяете вызывающей функции, вы доверяете параметрам, которые вам передают, вы доверяете значениям, вы не проверяете их на возможность ошибок, противоречивость, неполноту и так далее. Говоря о защитном стиле, мы перестаем доверять своим партнерам и проверяем все, что попадает к нам на обработку. Мы проверяем входные данные, мы проверяем их наличие, мы проверяем их корректность, мы проверяем их полноту, мы проверяем достижимость одного адреса из другого, если это возможно и так далее и так далее и так далее. С этим же обстоятельством связаны и рекомендации, которые мы приводим на нашем слайде. В частности, мы рекомендуем проверять параметры и мы рекомендуем проверять результаты вызова стандартных функций. Казалось бы, говоря о функциях стандартной библиотеки, нет резона проверять результаты, которые от них поступают. Тем не менее, польза от такой проверки может быть и весьма большая, но об этом на следующем шаге нашей лекции. Итак, только что мы узнали о том, что одним из правил или приемов безопасного программирования является проверка отклика любой вызываемой функции, в том числе стандартной функции стандартной библиотеки языка C. Для того, чтобы не ходить далеко за примерами, обратимся к стандартным функциям ввода-вывода. Функции printf, scanf и другие функции этого же семейства известны каждому из вас, однако многие, и я почти уверен, что среди наших зрителей найдутся те, кто подтвердят правильность моих слов, используют эти функции как процедуры. Другими словами, мы передаем им значение и либо довольствуемся соответствующим побочным эффектом, то есть выводом в консоль, поток, файл и так далее в случае функции вывода, или изменением значений по передаваемым адресам в случае функции ввода, и не спрашиваем о том, какие же результаты возвращают функции как таковые. Обратившись к соответствующему стандарту, мы обнаружим, что каждая из этих функций именно является функцией. Она имеет свой тип, у нее есть вполне определенный результат, который является ожидаемым, задокументированным, и в качестве примера можно обратиться к функции scanf, которая оказывается является числовой функцией. Она возвращает числовой результат, который может быть интерпретирован и использован тем или иным образом в логике программы. Обращаясь к документации, мы обнаружим, что оказывается scanf возвращает количество параметров, которые ей удалось прочитать из входной строки и разместить по тем адресам, которые были нами заблаговременно этой функции переданы. Иными словами, если функции была передана форматная строка с тремя форматными спецификаторами с просьбой прочитать, скажем, три целых числа, однако строка смогла найти во входном потоке только два значения, scanf вернет два. А неожидаемое при успешном стечении обстоятельств и успешном развитии событий значение три. Тем обстоятельствам, что мы получили от scanf нечто иное, а не три, можно воспользоваться для того, чтобы либо направить пользователя на второй круг ввода данных, либо попытаться прочесть альтернативный поток, где могут находиться исходные значения, либо как-то иначе обыграть эту ситуацию и изменить логику вычислительного процесса. Аналогичная ситуация складывается с printf, хотя польза от возвращаемого этой функции значения все-таки меньше, тем не менее она тоже есть. Обратите внимание на столбец, который вы видите на этом слайде, который занимает самое правое положение. Его заголовок сформулирован как вопрос, является ли функция POSIX совместимой. Вообще POSIX это стандарт, который определяет правила создания, реализации, поведения программных интерфейсов для операционных систем семейства Unix на языке C. Совместимость конкретной операционной системы со стандартом POSIX или удовлетворение этому стандарту означает, что код написанный для одной POSIX совместимой системы на языке C может быть легко перенесен, портирован на другую систему. Это опять же одно из проявлений переносимости, теперь подкрепленное международным стандартом. К стандарту POSIX мы вернемся чуть позднее в нашем курсе, однако сейчас хотелось бы обратить ваше внимание на функции работы с оперативной памятью, которые тоже являются функциями, для которых также можно определить, что является их реальным результатом, в каких ситуациях поведение функций становится неопределенным, и ответы на все эти вопросы находятся в стандарте POSIX. Обратите внимание на то, что функции ввода-вывода, функции работы с оперативной памятью, помимо сигнализации через возвращаемый результат, могут сигнализировать об ошибке через переменную RNO, присваивая ей то значение, которое соответствует мнемонической константе, указанной в столбце причина ошибок. В частности, если для функции MALLOCK сложится ситуация, при которой она не сможет выделить больше оперативной памяти для нужд вашего приложения, ошибка будет установлена в значение NOMEM, и его точно так же, как и реальное, буквально возвращаемое значение функций можно анализировать для построения дальнейшей логики вычислительного процесса. Особняком в этом ряду стоит функция освобождения памяти, функция FREE, которая по соглашению, и это еще один пример контракта, на этот раз заключенного не в коде, а в интерфейсе прикладного программирования гласит, что эта функция никогда не вызывает ошибок. Никогда не вызывает ошибок означает, что освобождение памяти из-под ранее созданного в оперативной памяти объекта хранения, как правило, речь идет о программной куче, не будет связано с возможными ошибками. То есть удаление объекта из памяти, освобождение памяти как системного ресурса является одной из гарантированно безопасных операций. Причем не столько в самом языке C, сколько в операционных системах, которые отвечают стандарту POSIX. Вернемся к вопросу написания эффективного кода. Эффективная работа с оперативной памятью предполагает эффективное размещение в ней объектов хранения. Одним из путей повышения эффективности размещения объектов хранения в оперативной памяти является применение к ним тех или иных правил выравнивания. Выравнивание означает, что начальный адрес объекта хранения выбирается не произвольно в карте памяти процесса, а вполне конкретным образом. В частности, адрес выбирается так, чтобы он был кратен какому-то целому числу. Примером такого целого числа является длина линии кэш-памяти данных первого уровня центрального процессора, о чем мы говорим на нашем слайде. Типовое значение такой величины 64 байта. Выравнивание всех переменных вашей программы на величину 64 байта, конечно, не очень рационально, поскольку создает большую фрагментацию памяти, и ваша память будет исчерпана гораздо раньше, чем в ситуации, когда мы совершенно не заботимся о выравнивании. Тем не менее, в любой программе, в любом приложении есть критически важные фрагменты кода и критически важные данные. Именно о последних мы предлагаем позаботиться с помощью специального выравнивания. Требования к выравниванию переменных формулируются на языке C вполне определенным образом. Поскольку наш курс ориентирован на базовую Linux и Unix разработку, то, скорее всего, вашим основным компилятором достаточно скоро станет компилятор, входящий в семейство GCC. А если так, то мы вполне можем познакомить вас с теми расширениями языка C, которые предлагаются компиляторами GCC, в частности, для формулирования нестандартных требований к выравниванию объектов хранения в оперативной памяти. Но для начала заметим, что требование к выравниванию является одной из характеристик любого типа данных и существует независимо от нашего желания знать о них что-либо. В частности, проведя несколько экспериментов по ручному выделению оперативной памяти для хранения целых, вещественных, причем двойной точности, одинарной точности, для хранения строк, хранения логических значений, вы обнаружите, что адреса, которые выделяются тем или иным переменным, имеющим конкретный тип данных, довольно часто оказываются кратны той или иной величине, скажем, двум или четырем байтам. Это и есть стандартное требование к выравниванию, которое существует всегда. Выравнивание на границу одного байта, которое является минимально возможным выравниванием, крайне неэффективно для переменных, длина которых превышает этот самый один байт и составляет, например, 4 или 8 байт. То, почему это так? Мы, пожалуй, оставим за пределами нашего курса, поскольку правильный и предельно точный ответ на этот вопрос потребует от нас обратиться к вопросам организации доступа к оперативной памяти, работы шины компьютера. Возможно, нам придется погрузиться в схемотехнику EWM, но сейчас мы этого делать не будем. Примем как аксиому тот факт, что переменные имеют минимальное требование к выравниванию каждой отдельной единицы хранения, которые определяются соответствующим типом данных и определяются или продиктованы, или имеют в качестве обоснования необходимость организации минимально эффективного доступа к этим переменам оперативной памяти. Это те решения, которые были приняты за нас. Однако, как я уже сказал, иногда мы хотим их пересмотреть. К примеру, мы хотим, чтобы максимально возможное количество элементов одного и того же массива помещалось на одну линию данных кэш-памяти, что даст возможность быстрее обойти этот массив, если он полностью окажется загружен в кэш-процессора. Тем самым мы начинаем подбираться к вопросу утилизации кэша, но до этого еще далеко. Посмотрим, какие же средства нам предоставляет компилятор GCC. обратите внимание, что искусственному выравниванию поддаются объекты хранения как со статической, так и с автоматической продолжительностью жизни. Иными словами, это могут быть и локальные переменные, и глобальные переменные. Выравнивание скалярных переменных происходит так, как вы этого требуете, то есть в соответствии с необходимой длиной шага выравнивания. Выравнивание массивов происходит иначе. Поскольку массив, как структура данных, должен при любых обстоятельствах гарантировать смежность хранения элементов, то по сути выравнивается только начальный, самый левый элемент, имеющий индекс 0. Остальные элементы просто примыкают к нему. Никакие дополнительные способы выравнивания первого, второго, третьего, четвертого и далее элементов не существуют, и никакие меры по выравниванию элементов не принимаются. Выравнивание элементов, размещаемых на этапе компиляции, и здесь мы хотели бы обратить внимание нашей аудитории на многозначность слова статический. Мы сейчас говорим не о статических переменных, не о глобальных объектах, а именно о том, что карта памяти с определенными переменными и константами формируется на этапе компиляции, а не на этапе исполнения программного кода. Так вот, те переменные, которые определяются нами заранее, память под которые выделяется в образе процесса на этапе компиляции, мы и называем объектами, размещаемыми статически. Как раз для них в компиляторе GCC предназначен дополнительный по отношению к стандартному языку атрибут описания этих переменных, либо типов данных для таких переменных. Первый пример является иллюстрацией того, как работает атрибут Aligned. GCC атрибут Aligned принимает в качестве своего аргумента выраженное в байтах значение, представляющее собой требование к выравниванию объекта. В данном случае мы требуем выровнять переменную на границу 64 байт. Это означает, что адрес такой переменной при любом развитии событий будет делиться на 64, или иными словами 6 младших разрядов этого адреса будут нулевыми. Требование, которое мы сформулировали, применяется не ко всему типу UnsignedInt64, а к одной конкретной переменной. Для того, чтобы ввести в программу тип данных, который обладает уникальным требованием к выравниванию переменных, мы можем воспользоваться конструкцией TypeDef. То, как это делается, показано на следующем примере. Тип, который мы создали и который получил название AL128IntT, ничто иное, как синоним обычного базового типа Int, который является знаковым числовым типом, но с дополнительным требованием к выравниванию. Требование к выравниванию на границу 128 байт. Вы можете спросить, насколько велико может быть требование к выравниванию, насколько большим может быть это число, и насколько высокой степенью двойки мы можем в данном случае оперировать. Во-первых, как вы, возможно, заметили, требование к типу привязано к степени числа 2. Иными словами, мы не можем выравнивать переменную на границу 56, 48, 20 или 24 байт. Максимальное значение, которое может принимать параметр атрибута GCC Aligned, 256 или 2 в восьмой степени. Возвращаясь к примеру с конструкцией TypeDef, хотелось бы обратить внимание на то, что переменная ALN уже не имеет выраженного требования к выравниванию, поскольку оно заложено в ее тип. И любые переменные и константы этого типа будут иметь определенное для самого типа выравнивание в оперативной памяти.